Президент Владимир Путин заявил недавно, что любой, кто попытается помешать его военным действиям в Украине, столкнется с беспрецедентными посредствиями. Вуаля! Угроза ядерных взрывов снова будоражит весь мир. Снова нависла над всем нашим миром. Советский Союз угрожал ядерной войной, разместив тогда когда-то однажды ракеты на Кубе. Помните, после чего началась холодная война? Теперь у нас усилия по разоружению предпринимавшиеся в годы Карибского кризиса вошли в ноль. То есть больше этих усилий нет и сегодня они не существуют. С тех пор, как в 1945 году США бросили, сбросили вернее, бомбы на Хиросиму и Нагасаки, ядерные технологии прошли значительные преобразования. Если раньше бомбы весили громадное количество, такие тонн, килограмм, то сегодня это миниатюрные бомбы и они крупномасштабные, но они весят гораздо меньше. На один самолет в месяц очень много таких штучек интересных, которые могут разрушить весь наш мир. Удельная сила этих бомб, миниатюрных, огромная, друзья. Что касается, развивалась как ядерная технология после 1945 года, то бомба, сброшенная в 1945 году на Хиросиму и Нагасаки, весила 4,5 тонны. Представьте себе, 4,5 тонны. Она за один раз убила более 100 тысяч японцев. Со временем в этой сфере был достигнут значительный прогресс в плане миниатюризации. Итак, обычная атомная бомба весит всего несколько сотен килограмм, но при этом потенциально она способна убить уже сразу миллионы людей, а не как в Хиросиме и Нагасаки. Эти характеристики позволяют осуществлять ядерный удар с помощью самых различных средств доставки, начиная от баллистических ракет, способных теоретически достичь любой точки земного шара, вплоть до тактического оружия. Многие из этих видов оружия гораздо меньше, легче и проще в обращении, чем это было ранее. Вот интересно, друзья, Швейцария представила документ о запрещении ядерного оружия. Это международное соглашение, которое запрещает разработку испытаний и хранения ядерного оружия. Сам договор был принят 7 июля 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. И он был открыт для подписания 20 сентября. То есть в июле он выставлен, обсужен и далее 20 сентября его выставили для того, чтобы страны могли подписывать этот международный ядерный договор. Однако, друзья, как ни странно, Швейцария сама не подписала еще до сих пор этот договор. И страны, которые обладают ядерным оружием, тоже его не подписали. Но договор подписали все остальные другие 86 стран. В чем дело? Швейцария и Австрия являются нейтральными странами. Они вроде бы не обладают ядерным оружием, но ведь если будут бомбить соседние страны, то радиация расползется и на Швейцарию, и на Австрию. Также очень опасная ударная волна. Ударная волна, которая может и скалы разрушить. Значит, в скалах, в горах будут обрушения и обвалы. Если это будет зимой, это будет еще страшнее, потому что обвалы будут еще и снежные. Поэтому спастись человеку ни в том, ни в другом случае не придется. То есть сама по себе ситуация довольно страшная и неприятная. Пока что в настоящий момент применение России ядерного оружия, как считают специалисты-аналитики, остается низкой. Но риск этот все равно остается. Он не равен нулю. Кроме того, считают специалисты, что если не будет применено ядерное оружие, то может быть применено химическое оружие. Но в этой области Россия, конечно, шагает давно и далеко впереди планеты всей. Точно так же химическое оружие есть и на территории Украины, то есть лаборатории, которые вырабатывали. И не только химическое, но и биологическое оружие. То есть, получается, страны накопили ядерный арсенал, химический, биологический, для того, чтобы уничтожать друг друга. Начинается процесс переформатирования, переориентации планеты нашей цивилизации в другое русло. Президент Владимир Путин заявил, что любой, кто попытается помешать его военным действиям в Украине, столкнется с беспрецедентными последствиями, что имел в виду президент России Владимир Путин. Стоит ли это рассматривать как ядерную угрозу, друзья? В принципе, в Европе так и рассматривают это именно как ядерную угрозу. Россия обладает диверсифицированным ядерным арсеналом, который позволяет ей осуществлять ядерные атаки наземные, морские, воздушные. Это называется ядерная триада. Также еще существуют подземные ядерные взрывы, но их почему-то в ядерную триаду не вставляют, то есть не объединяют. Возможно, это что-то иное, возможно, это что-то совершенно разное. Оружие наземного базирования – это баллистические и крылатые ракеты, которые имеют межконтинентальную дальность и могут достигать самых различных отдаленных целей, как, допустим, Китай или Соединенные Штаты. Другие имеют меньше радиус действия и нацелены на европейский континент. То есть все охватывается. Ракеты морского базирования запускаются с подводных лодок, которые очень трудно обнаружить, поскольку они передвигаются скрытно под водой по всему земному шару. Самые тяжелые бомбы по-прежнему доставляются по воздуху и на стратегических межконтинентальных бомбардировщиках. Преимущество ядерной триады состоит, прежде всего, в том, что она обеспечивает как наличие мощного потенциала сдерживания. Ну, сдерживание здесь, друзья, конечно, никто не нападет якобы, да, но также стратегическая гибкость, которую вырабатывают во время политических каких-то решений. И вот эти политические решения, они основываются на живучести ядерного потенциала российского. Стратегическое ядерное оружие предназначено для уничтожения городов. Мы с вами видели картинки в гугле, наберите, где разбомбленная стоит Москва. Разбомбленный стоит Киев. Что означали эти картинки, которые написаны где-то в начале 2000-х годов? Что они означали? Значит, люди знали планы, которые готовятся для двух городов сразу. Итак, друзья, принц Чарльз на Большом экономическом форуме в Давосе объявил об обнулении, начало эпохи обнуления, воздействие большее на человечество, на человеческое общество, управление человеческим обществом и дальше обнуление, которым он сказал, гоже не воспользоваться, нельзя этим не воспользоваться. Что будет входить туда? Отмена национального государства. То есть все национальные государства будут упразднены. Создание мирового правительства нового – это глобализм, друзья. Глобализм, который будет переделываться просто в других рамках на другие абсолютно темы. Он будет звучать. Но в принципе, друзья, это глобализм, в котором, друзья, конечно, человечеству будет уделяться роль цифры. Не человека как такового, не живой души, а именно роль цифры. Он также будет придерживаться основ хасидской книги Таня. Об этом посмотрите предыдущие ролики. Я уже там все сказала. Устойчивое развитие – то, что имеет в виду принц Чарльз, предполагает сокращение численности населения во много-во много тысяч раз. Пределы, как он говорит, уже достигнутые. Ну и как-то здесь рождается связь с пандемией и также с учреждением ВОЗ, это Всемирная Организация Здравоохранения. Я думаю, что здесь большие планы как раз у глобалистов. И все, что сегодня делается с 2020 года, как объявил принц Чарльз, это входит все в план обнуления нашего общества. Когда будет разрушена вся экономика, когда сократится до минимума численность человечества на Земле. И когда сознание человечества будет извращено, поменяют его направление в большее русло извращения. Допустим, уродство будет признаваться как красота тела. И всякие гендерные тоже разности, меньшин сексуальных, тоже будут они возвращаться. То есть это как красота тела тоже будет нам преподноситься. Отказ от нефти дальше, это будет нанесен удар по экономике России и исламских стран. То есть из-под России и исламских стран выбьют стульчик.